Так, всем здорово, своя Маха, и вот вы мне говорите, что там у фигурки детализация плохая, покраска плохая, в общем, всё плохо-плохо, а сами ни разу в жизни фигурку-то и не делали, а я вот попыталась сделать, и сейчас расскажу вам про свой, возможно, удачный опыт. Всё началось с того, что я наткнулась на вот эту вот группу, где рассказывают, как делать фигурки своими руками, в общем, там много ценных советов, и они помогут новичкам, помогли ли они мне, я не знаю, потому что я использовала знания, которые у меня остались во времён художки. Художку я закончила 5 лет назад. Персонажа я выбирала максимально лёгкого и максимально любимого, так что выбор пал на ласт. Единственная причина, по которой я могу ненавидеть Роя Мустанга, из-за того, что он этот ласт... Чё он с ней сделал? А, он её поджарил, да. Также я решила делать в Бюсте неполноценную фигурку в полный рост, дабы точно её закончить. Лепила я буквально из того, что было. Ещё со времён художки, это было 5 лет назад, у меня осталась такая полимерная глина от Санет. Она песок, ею невозможно лепить. Никогда не покупайте глину от Санет, покупайте от Санет масло, гулаш, пастель. Но ни в коем случае не полимерную глину. Ужасно лепить невозможно. Также осталась глина от Крафт Клей. Очень божественная глина. Очень хорошая. Лепить одно удовольствие, к сожалению, быстро закончилось. И ещё глина от Фим. Короче, девочки, всё начинается с основы. Она обязательно для того, чтобы ничего не развалилось. Спойлер у меня развалилось. И самое главное, поменьше, чтобы тратилось глины. Я, значит, просто беру фольгу, вставляю шпажку и готово. Снова можно лепить. Всё началось с лица, я думала, что это достаточно трудно. Но оказалось, что нет, это проще, чем кажется. Потом я начала делать тело и опять же оказалось, что это проще, чем я думала. Единственный минус – это грудь. Женская грудь – это ужас какой-то. Я не могу её нарисовать. Я не могу её слепить. Это вообще проблема была и беды сплошные. Но вроде как более-менее справилась. Так что отправляем нашу девочку запекаться. Прямо как когда-то отправила запекаться Рой. Я отправила запекаться и сейчас, потому что я гений инженерной мысли. И решила, если я сделаю отдельно волосы и отдельно тело, то я смогу как следует поририсовать глазки, ротик и носик. Минутка кулинарного шоу сегодня у нас на ужин. С вами что? Правильно. Запечённая ласт по рецепту самого Роя Мустанга. Я начала лепить волосы и поняла то, что это действительно беда. И в принципе предположила, почему никто не делает ласт как фигурку. Потому что волосы её – это беда. Это сплошные беды. Это сложно. Я с ними мучилась на протяжении 3-4 дней. Я её ненавижу всей душой. Это вот это. Это от Санет. Никогда не берите её. Она как песок. Из неё невозможно лепить. Я её ненавижу. Вы видите вот это кусочек от неё? Этот кусочек был размят 15 раз. И всё равно такая дичь. И вот, пожалуйста, если посмотреть на волосы, которые готовы на данный момент, какие-то непонятные заломы, и ты их фиг уберёшь. Третья глина – это фима для детей. Фима для детей в принципе нормальная. Она мягче, чем Краут. Но она мне всё равно нравится меньше. Потому что она красится. Я знаю, что волосы – это очень легко. Я даже скажу больше. Я лепить начала только из-за интереса к волосам. Я думала, что это так классно. Ты вот сидишь и там колбаски накладываешь, там их обрезаешь. Красота получается. Я ненавижу лепить волосы. Я это поняла сейчас. Я даже не знаю, как их сделать. Ласта у нас же ведь она такая, чуть кучерявенькая. Я залезла в группу, которым я в принципе вдохновила на вот создание вот этой вот мадам. И я поняла, что всё совсем плохо. Никто такое не лепит. Лепят в основном девочек с гладкими длинными волосиками, либо с корешкой. И я в виде, ребят. Я не знаю, что мне делать. Вот никто в жизни вот не лепит такие вот фигурки. Вот ни один бандай в жизни не возьмётся на такую фигурку. Я решила, что я могу это реализовать. У меня всё красиво получится. Ну вот дурак, а? Походу, именно поэтому фигурки Ласт никто не сделал. Я облазила весь интернет. Правда, я лазила только в гугле, если я зайду на какие-то нормальные сайты по фигуркам. Может быть, я её и найду. Но нету Ласта. Я даже на Алиэкспресс залезла. Я думала, может быть, сидит в Китае какой-нибудь бедный китаец и лепит бедную Ласта и выкладывает ей волосы. Но нет. Мне не на что опираться. У меня нету референса. Я не знаю, что мне делать. У меня бомбит. И... И... Здравствуйте. Здравствуйте, здрасте. Да, окладываю обстановку на какой-то там уже по счёту день. В общем, сегодня я пытаюсь доделать сраные волосы. У меня это не получается. Я их переделывала с нуля вновь. Получается неплохо. На данный момент что-то мне подсказывает, что я буду их опять переделать. Просто фигурки с такими волосами никто не делает. Ни один китаец, ни один японец не донулит взять персонажа с такими волосами и сделать его. А я додумалась, потому что я очень умная. Купила, значит, я наконец-таки нормальную глину FIMO. Кстати, не одну. Вон, ещё два брусочка лежат. Не поверите. Купила, наконец-таки, то, что нужно было мне очень и очень много лет. Я просто хочу вам похвастаться, ребят. Это клеевой пистолет. Я его жаждела, наверное, лет пять. Также я купила себе стеки. Вот такие вот стеки. Всего лишь 200 рублей набор стоил. Тут все формы и размеры. Для каждого найдётся свой размерчик, своя форма. Вот, вам должно понравиться. Пока что я пользовалась только вот этими вот двумя. Я пыталась чуть-чуть проработать волосы. И, как видите, уже тут всё засрано. Вот эти вот швы, которые во мне очень хорошо видно, они проходят и через саму форму стеки. Вот эту вот круголя, например. И это не очень, потому что во время лепки они будут оставлять свои следы преступления. Поэтому я их сейчас шкурила. Переделав волосы четыре раза, у меня что-то получилось. Я отправляю их запекаться прямо вместе с телом. И ж... Да! Да, это свершилось. У меня склеились волосы и тело воедино. Поэтому в час ночи я открываю себе талант хирурга и начинаю доставать тело из волос. В процессе у меня, кстати, шея ещё ломается. Так что я достаю просто голову. Было трудно, было страшно. Всё сломалось. Знаете, что мне это всё? Мы же ведь все помним то, что если скрестить суперклей и соду, то тогда будет магия и всё склеится. Правда. А ещё страшно, чего шкурить. И да, спасибо Коронанай Нанай за то, что он появился. И теперь в каждом доме есть маска. Эта маска спасла мои лёгкие. И я не надышалась пылью. Вы представляете? Также с помощью маникюрного набора я улучшила детализацию. Вам, наверное, не заметно, мне заметно. Потому что я творец. Я эту девочку своими руками делаю. Я замечаю каждую мелочь. Всё. Осталась последняя беда. Это покраска. Я специально трачу свои кровные на акрил. По-хорошему надо юзать аэрограф или же аэрограф. Я не знаю, у меня всё очень плохо с русским языком. Тапками не бейте. Иначе станет ещё хуже. Ясно вам? Но! Эта штука стоит тысячу рублей. Она будет ехать к моему дому около месяца. Поэтому, ну всё нафиг. И я буду делать как считаю нужным. А считаю нужным я делать всё кистями. Процесс покраски это просто сплошные настоящие беды. Никак иначе я не могу это дело описать. Лайфхук рабочего характера, девочки. Если вам надо порежисовать маленькие тоненькие детальки, покупайте просто набор кисочек из фикс прайса. Стоит вроде бы как 55 рублей, а может быть и 70, я уже не помню. Короче, на момент покраски я поняла, как же ужасно ослепило лицо. Надо было больше объёма. Ну да ладно, первый раз с кем не бывает. Акриловый лак. Вещь плохая. Вот что я вам скажу. Потому что если волосы она покрыла нормально, то лицо стало бледным. И мне пришлось прописывать лицо ещё раз. А потом оказалось то, что вытащить голову из волос полбеды. Беда ещё вставить обратно. Вот. Ну короче, в процессе я опять сломала шею волосы, попыталась всё склеить и фигурка готова. Двоякие у меня ощущения по поводу этой фигурки. С одной стороны, я впервые делала и в принципе получилось неплохо. Могло бы быть и хуже. А с другой стороны, как бы, ну, блин. Ну вот захотелось мне, значит, с вами поделиться этим опытом. Пусть это видео войдёт в историю. Возможно, через три года вы будете у меня вот эти вот фигурки самодельные мои покупать пачками. А я их буду продавать. Кто знает? Никто не знает. Возможно, это правда, возможно, нет. Ясно вам?